И как я уже говорил, мне нравится, когда события, они растягиваются. Почему? Потому что это влияние. Мы отождествляемся, когда мы думаем, когда мы размышляем, когда мы вспоминаем. Почему причастие каждый раз говорится? Когда творите, когда делаете причастие, обо мне, о моей смерти вспоминаете. То есть это постоянно как отождествление. И мы отождествляемся, и есть сила отождествления, которая влияет. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, но отождествление есть. Знаете, я когда изучал это слово отождествление, мне интересно было значение его, я прочитаю одно из значений. Это психологический процесс, посредством которого субъект присваивает себе свойства, качества, атрибуты другого человека. И преобразует себя целиком или частично по его образу. Вот что делает отождествление. И есть эта сила, которая отождествляет. Знаете, люди, которые побывали там в местах, так сказать, не столь отдаленных, у них немножко речь поменялась. Не потому что они плохие, потому что все, что они слышали, это вот этот вот разговор, как говорят они, по фене, да, фене. То есть, ну такой вот блатной. Вот, где-то какие-то ударения слов меняются. Даже, что говорить, в одной стране, если мы живем территориально, если находимся в разных этих, начинаем улавливать разный диалект, на речи. Вот, и это отождествление. Хочешь или не хочешь, есть определенное влияние. Поэтому наша задача понять, что влияет на нас. И с чем мы себя отождествляем. Есть хорошие вещи, мы хотим себя с этим отождествлять, да? Есть плохие, мы не хотим. Но однозначно есть влияние. Поэтому Павел говорил, 1 Коринфянам 15, 33. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Не обманывайтесь. То есть, не заблуждайтесь. Не обманывайте себя. Не надеетесь, что у вас получится противостоять. Если вы идете к худым сообществам с донесения Евангелия, и вас Бог помазал, и у вас служение такое, и вас Бог помазал, идите. И мы знаем служителей, которые даже ходили на праздники язычников, да? В Америке это Burning Man, Горящий Человек, это сатанинский праздник. И они служили людям, толковали сны, пророчествовали. Их Бог помазал на это служение, но они очень тщательно отбирали людей, которые были реально посвящены на 100% Богу и отделены от всякой религиозной формы. Иначе дьяволу будет за что зацепиться. Поэтому все остальные, кого Бог не помазал, они реально под влиянием тьмы. И не обманывайся. Худые сообщества, они развращают добрые нравы. И чтобы не было развращения в Израиле, Бог оградил их и сказал, вот от сих до сих, вот вам закон. Зачем? Закон охранял, был где-то водителем до Христа. Иначе они бы не дошли. Они бы отождествили себя с другими народами. Не женись на них. Не выходи замуж за них. Да почему? Она же красивая. Да не в красоте. Он же такой красавец, высокий такой, статный, богатый. О, не обманывайся. Бог говорит, вот, есть предел. В этом пределе ищи себе, и я для тебя приготовил. Есть отождествление, есть влияние. Поэтому ученики, Деяние 2.46, написано, что каждый день единодушно пребывали в храме. И преломляли хлеб по домам, принимали в пищу, веселье и простоте сердца. Они каждый день собирались. Не в храме, так по домам. Они друг друга назидали. Почему? Потому что влияние фарисейское было. Влияние там со стороны, может, язычников уже было, греков. То есть было определенное влияние. И мы должны понимать, с чем и с кем мы себя должны отождествлять. Потому что тех же учеников потом начинали замечать, начинали читать издалека. Поэтому Павел писал, вы, письмо Христово, всеми узнаваемое издалека, читаемое. И в тех же Деяниях, потом мы читаем, Деяние 4 глава, 13 стих. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что люди, они не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они видели, они читали. Почему? Потому что ученики себя отождествляли с Иисусом. И сила отождествления, она влияла. То, как поступал Иисус, да? Свойства, качества, атрибуты, привычки, характер, чувствование, реакция. Это все влияло. То есть, соединенные с Иисусом, они получали атрибуты, они получали эти свойства. И они преображались. Поэтому их узнавали. Но интересно, можно смотреть также на хороших, помазанных людей, призванных людей. Но ни в коем случае нельзя отождествляться с ними. Почему это так важно? Хотя Он призван. Хотя Он, как Иисус, ходит. Хорошо говорит, хорошо исцеляет, служит в дарах. Но почему нельзя отождествляться? Потому что Он такой же дар, как и ты. И каждый из нас есть дар в теле Христа. И каждый из нас служит именно в своей функции. И мы не должны отождествляться с плотью и кровью. Мы не должны отождествляться даже с церковью. Потому что церкви разные. Мы не должны отождествляться с человеком. Почему? Потому что отождествление с человеком, оно приведет однозначно к разделению. И Павел об этом говорит. Давайте посмотрим. Первое Коринфянам. Первая глава с 10 стиха. Он говорит, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. И прежде чем мы пойдем дальше, смотрите, соединение идет в одном духе. Соединение духовное, соединение в одних мыслях, соединение в одном направлении, в ведении, понимании, чувствовании. И соединяет Дух Святой, соединяет Иисус. И если каждый из нас соединяется вокруг Иисуса, мы соединены вместе, и между нами нет разделений. Но как только мы уводим взгляд с Иисуса и не отождествляемся с Иисусом, приходят разделения. Каким образом? Читаем. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, а я Аполлосов, а я Кифин, Павел говорит, а я Христов. Вот и все причины разделения. Потому что отождествление кого-то, с кем-то, оно приводит однозначно к спорам, разделениям, разногласиям. И когда люди увидели служение Акифы или Аполлоса, они такие, вау, я с ним, я за ним и в огонь и в воду. Нет. И потому, когда люди, начиная наслушиваться каких-то там роликов, сплетен, клеветы про кого-то, и потом отождествляя себя с кем-то, начинается, а, он тот-то, он тот-то, а он тот-то. Все, вот вам о том, о чем пишет апостол Павел. А если бы каждый подошел и говорит, я Виталий, я Христов. Подошел там Александр, я Александр, я Христов. Подошел там Николай, я Николай, я Христов. Знаете, не было бы разделений. А так вот на ровном месте просто раз, дьявол, и посеял семя. Потому что не плотские ли вы? Павел говорит, то есть, эти вещи, они приходят тогда, когда человек отождествляется с земным, отождествляется с плотью, поэтому и плотские. И следующее, где Павел об этом же говорит, 1 Коринфянам 3 глава. И мы прочитаем, чтобы мы увидели это, насколько важно отождествление не с людьми, а отождествление со Христом. 1 Коринфянам 3 глава, тоже давайте, с 1 стиха. И он говорит, и я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой говорит, я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполос? Аполос, они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. И я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. вот вам с кем мы отождествляемся. Мы христовые отождествляемся со Христом, чтобы его ценности, его влияния, его принципы, они отождествились в нас, и мы были полностью похожи на него. Чтобы в нас был его же характер, а не характер Павла. В нас был тот же характер, а не характер Аполоса, или Киев, или еще кого. Да, и Павел говорит, что и я, и он, мы как бы по большому счету ничто, только служители. Бог взращивает. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. И я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Смотри, как строит. Мы должны смотреть на нашу жизнь. Мы должны смотреть, как мы строим, потому что однозначно мы получим либо награду, либо осуждение. И если мы строим на служении апостола, или пастыря, или еще кого-то, но не на краеугольном камне Христа однозначно приходит разделение, однозначно приходит отождествление с плотским. Мы говорим камень Христос, а уже служение апостолов, пророков, оно лишь помогает, оно лишь дополняет также служение учителей, пастырей, евангелистов, оно лишь дополняет. Почему? Потому что мы все соработники, мы соработники, каким бы хорошим служитель помазанным ни был, мы не отождествляем себя с Ним. Мы идем вместе с Ним. Столько кому, как Бог уготовил. И так, как Божья благодать позволяет. Сколько времени, как Бог приготовил, куда, куда Бог направил. Вот это и есть соработничество в Доме Божьем, в Церкви Божьем, когда мы друг друга ободряем и мы друг друга служим, но мы не прилепляемся друг к другу. Мы не можем отождествлять себя друг с другом только со Христом. И сегодня в эти дни Пасхи мы еще раз пересматриваем наше отождествление, чтобы мы могли отождествиться со Христом полностью, прилепиться вместе с Ним пройти смерть и вместе с Ним пройти жизнь одновременно. То, что уже совершено однажды Иисусом в теле умер и в теле воскрес, Он дважды не будет совершать. А мы можем об этом думать, размышлять и отождествляться. И мы должны видеть себя уже там. Римлянам 6 глава 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе. В другом переводе написано смотрите на себя как мертвые для греха. Смотрите на себя как живые в Боге. Это наш взгляд. Мы смотрим на Иисуса, видим Его живым. Что мы дальше делаем? Смотрим на себя и видим себя живым. Болит что-то? Опять смотришь на себя, болит. Или состояние депрессивное, или еще что-то, уныние. Посмотрел на себя, понял, не туда я смотрю. Сейчас я смотрю на Иисуса, сейчас я отождествляю себя вместе с Его ранами на кресте, потому что ранами Его мы исцелили. Значит, это дело веры. Значит, мы смотрим и мы отождествляем себя в нем на кресте. Я вешу, у меня сейчас болит рука, я нуждаюсь в исцелении, да, и я вешу на кресте, и я вижу, как этот гвоздь пробил руку, я чувствую, как Иисус взял на себя немощи, взял на себя грехи, взял на себя болезни, и я отождествился с Ним. Все, для болезни я умер. Почему? Потому что даже, скажем так, уголовно-процессуальный кодекс говорит, что нельзя человека наказать дважды за одно и то же преступление. Вот почему важно отождествить. Потому что если мы не научимся верой отождествлять и смотреть на Иисуса верой и себя отождествлять на кресте, где его тело извязлено было, почти всякого человека, и ранами его мы исцелились, в какой момент, когда он взял на себя. И тогда болезнь дважды не подходит. Потому что, ну, зачем дважды подходить, или смерть дважды не подходит. Почему? Как можно убить уже умершего? Как можно напугать уже испугавшегося? Как можно обидеть, который уже обижен на всех? Он уже обижен. Вот представляете? То есть Иисус взял на себя обиду всего мира. Представляете? Как можно тебя потом обидеть, если ты пережил обиду предательства? Даже отец в какой-то момент, когда грех полностью вошел в Иисуса, он взял на себя. Отец в тот момент для него показалось оставил. Почему? Потому что нет ничего общего света с тьмой. В этот момент да, отец как свет, он просто не имел ничего общего с тьмой, потому что позволил Иисусу взять это все. Иисус пережил и вот этот момент пережить. Поэтому у каждого из вас есть свое переживание. Переживание, с которым ты мог отождествиться в этом мире. У кого-то страх, у кого-то грех, у кого-то болезнь, у кого-то непрощение, у кого-то одиночество. Вот не будем сейчас придумывать того, чего нету, но каждый знает, и каждый живет с этим отождествлением. Если сегодня научишься отождествлять себя со Христом, где он в этот момент умер, и ты отдаешь это, все, это не мое, все, дважды, я не буду это все переживать, и не нужно. Почему? Потому что если вместе с Ним и страдаем, значит вместе с Ним и живы будем. Да? Послание к римлянам. Это не значит, что Иисус страдал, и я буду страдал. Читай Библию. Иисус страдал для того, чтобы ты вошел в Его страдания, потому что так и написано, если вместе с Ним, значит вместе, а не по отдельности. Зачем страдать отдельно? Дьявол, да, навяжет, он такой, он обманщик, он всегда скажет, смотрите, как Иисус страдал, и ты должен так же самострадать. А кто ты такой, чтобы ты должен так же самострадать? Человек обычный, не настрадаешься. Ты должен быть как минимум агнцем Божьим, чтобы страдать. Как Иисус страдал. Ты не выдержишь? Один раз в лицо плюнут, и ты в депрессии умрешь? Кто-то бичом заденет нечаянно, и все. Иисус прошел это все. Не вздумай самому проходить это. Не вздумай. Да, дьявол натянет. Дьявол так оденет, такие одежды обвинения, самоосуждения, самая такая тяжелая одежда. Поэтому все то плотское, земное, что могло тебя как бы вот навязать, отождествить наш взгляд на Иисуса. И мы отождествляем свою жизнь с Иисусом. И когда мы отождествили вместе с Ним смерть, самое время и отождествиться в Его воскресении. Самое время увидеть Его воскресшим и не просто «О, Иисус, классно Тебе, Ты воскрес!» А в Нем увидеть Себя воскресшим. Как Он ожил, знаете, вышел такой воскрес, вышел такой весь, помолодел такой красавчик, ну, это ж уже тело, вау, вот только вот здесь осталось, да, и вот здесь, так, чтобы для Фомы, это Он чисто оставил для Фомы, а здесь-то он так вот хорошо так подтянулся. И все, это Сынок Божий воскрес, любимчик Отца воскрес, вот так Отец смотрит на тебя, любимица моя, любимчик мой, ты же во Христе воскрес, ну, чего ты смотришь на себя вот еще в той темнице, чего ты смотришь на себя еще в том аду, Иисус не остался в аду, и смерть не удержали его, Иисус выходит, и знаете, что выносит сада? Ключи, победу выносит, говорит, эй, смерть, где ты? Эй, грех, где ты? Вот ключи, а кто держит ключи, тот имеет власть, тот хозяин. с кем мы сегодня отождествляем свою жизнь? С Господином, имя которого Отец превознес над всеми именами на небе, на земле и в преисподней. Вот с кем мы отождествляемся, вот с кем мы соединились, вот на кого мы взираем и от кого мы преображаемся, да, 2 Коринфянам 3 глава, смотря на славу Его, преображаемся в Его образ. И пусть эта сила преображения, сила Божья, сила Духа Святого, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, сегодня преобразит и наши жизни, и духи, душа, и тело во всей целостности, во всей полноте, во имя Иисуса Христа. Аминь.